Как бы мы не обжирались чипсами с колой, как бы не тащились по гамбургерам и картошке фри с ностальгией и не вспоминали тот самый читос, весь этот шлак рядом не стоял с домашней едой, ведь пища собственного приготовления делается с любовью, с невероятной щепетильностью и вниманием к деталям. Эта пища готовится с нашими самыми близкими людьми, а значит и получается самой вкусной на свете. Добро пожаловать на Телблог.нет и сегодня у нас топ 10 лучших блюд наших мам. Десятое место. Пирог. Бисквитный или песочный, мясной или рыбный с грибами или капустой с яблоками или вишней. В принципе, не важно, если его готовит мама. Наши самые родные и лучшие повара знают, какое мы любим тесто, насколько должна быть прожарена начинка и с чем именно мы будем кушать их пирог. Такой, как дома, не принесут ни в одном ресторане, потому что только мама знает твои предпочтения наверняка. Девятое место. Плов. Ах, я прекрасно помню, какую под его видом баланду давали нам в школьной столовке. Слепшийся рис белого цвета в перемешку с кусочками курицы и моркови. Это вообще можно было назвать пловом? Данный шедевр столовских мастер-шефов надолго отбил у меня желание даже слышать название этого блюда. Ах, блевать тянет. Но домашний плов совсем другое дело. Рассыпчатая крупа, большие куски хорошо продушиной свинины, немного чесночка, в меру морковки и приправить это добро острым кетчупом. Я тебя всего хочу, я тебя всего хочу. Ммм, объедение. Восьмое место. Шавуха. И хотя ее привыкли жрать вне дома, многие, я знаю, успешно воплощают восточное блюдо на своих кухнях. Естественно, заведует вопросами приготовления мама, которая тщательно выбирает мясо и овощи. Купит вкусный лаваш, запарится над соусом и битый час простоит у плиты, лишь бы угодить своему сыночке или доченьке с этой шавухой. А ты все бегаешь и спрашиваешь, ну когда уже будет готово? Да, это тебе не пять минут на рынке и тело в шляпе. Придется подождать, ведь все натуральное, без полуфабрикатов. Но разве оно того стоит? Седьмое место. Пельмени. Тоже дурачку понятно, что в домашних пельмешках мясо в раза два больше, чем в покупных. Но ты сравни еще и тесто. Какое тесто в маминых пельменях, а какое в магазинных? Да, половина этих мясных шариков чуть что, сразу разлезается прямиком в кастрюле. Ну и опять же мясо. Думаю, мне надо объяснять, что в фабричные пельмешки кладут далеко не ту свинину или телятину, которую мама 300 раз обнюхает и промоет. Домашние пельмени, это не только вкусно, но и полезно. Звучит как реклама, но ведь чистая правда. Главное не переборщать со сметаной, а то пельмешки вылезут не только боком, но и большой задницей. Шестое место. Блины. Ну а магазинные блины вообще ни в какое сравнение не идут с домашними. Их вообще кто-то еще покупает? Зачем, если на готовку уходит не более получаса? Не ты, конечно, готовишь, но блюдо все равно очень простое. Тем более, когда выходит из-под маминых рук. А там уже выбирай, кто с чем любит. С мясом, с медом или со сметаной. Я, например, обожаю домашние блинчики со сгущенкой. Топовый десерт. И готовится, повторюсь, очень быстро. Пятое место. Жареная картошка. Казалось бы, в готовке оно еще проще блинов. Изи, изи. А так высоко в сегодняшнем топе. Но вкусно не всегда значит сложно, правда? Секрет жареной картошки как раз таки в простом приготовлении. Ее стряпают всегда, когда нет времени париться на кухне, но покушать чего-то надо. Мы просто к ней привыкли, от того так и любим. Мне особенно нравится картошка, хорошо сдобренная специями в перемешку с поджаренными яйцами и колбасой. А ты хаваешь такой деликатес? Четвертое место. Курица в духовке. Поджаристая корочка золотистого цвета, сочное мяско, пропитанное лимоном. И как главный трофей, ножка, а лучше целых две. Ммм, аж слюнки потекли. Разве это не идеальное блюдо для небольшого праздника? Разумеется, вкуснее всего есть курочка с пылу с жару. Но она хороша еще и тем, что на следующий день ее можно разогреть в микроволновке и будет почти так же вкусно. Все-таки гретые, перегретые пельмени и блины это уже не то, согласись. А вот курица идеальное блюдо для того, чтобы наслаждаться им в течение нескольких дней. Третье место. Борщ. Ну, блядь. Не-не, не тот. С капусткой, но не красной. Не удивляйся, однако, существуют люди, которые это недолюбливают. Но все же подавляющее большинство считает наш традиционный суп пищей богов. Разумеется, если он приготовлен с помощью кулинарных скиллов мамы. Потому что, как вспоминаю, всю ту же школьную столовку с их безвкусным борщом... Ладно, плохое вспоминать не будем. Говорят, что у каждой хозяйки есть свой рецепт борща. Лично мне очень нравится наваристой красной снежирной говядины. И обязательно со сметанкой. Давненько я такое-то бронь ел. Ммм, чем не повод навестить маму? Второе место. Пицца. Скажу честно, не ожидал увидеть ее настолько высоко. Ведь, как мне всегда казалось, итальянское блюдо готовят в российских домах до квартирах не так уж и часто. Но нет. Наши мамы способны на все и даже больше. Я припоминаю, как долго моя мучилась с тестом, сколько раз она пыталась сделать идеальный коржик, на котором лежит начинка. И ведь удалось. Правда, не с первого раза одну пришлось тупо выкинуть. Я хотел закопать еду, разогреть, где? На земле я копал участок, чуть-чуть поджем, только там. Как он загорелся, б***ь. Как он загорелся, б***ь. Вот. И не могу сказать, что домашняя пицца на 100% была лучше покупной, но пожирал ее с огромным удовольствием. Быть может, потому что пиццу в принципе ел не очень часто. А может, потому что она была домашней. А как мы знаем, на домашней пицце начинки столько, сколько в покупной никогда не положат. И первое место. Котлеты с пюре. А вот это блюдо, я уверен, каждый из нас ест максимально часто. Но оно абсолютно не надоедает. Это, можно сказать, классика на века, которой Энджокин в свое время посвятил целый клип. Только у мамы получаются самые сочные котлеты. И она же готовит наинежнейшее пюре. А если добавить к этому добру малосольные огурчики, помидорки и грибочки? А рядом еще кефирок. Я сейчас, собственно, слюной захлебнусь. Ах, готов есть это комбо в любое время дня и ночи. С такими домашними шедеврами никакие деликатесы не нужны. Да, именно так считают кулинарные критики из нашего паблика ВКонтакте, тщательно выбиравшие самое достойное яство. А какое мамино блюдо больше всего нравится твоему желудку? Пишай в этом в комментариях. И не забудь подписаться на наш канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Ну и на паблик ВКонтакте подписывайся, ведь там мы регулярно вместе общаемся. И да, проводим вот такие вот подобные голосования.